Без диалектики, как подчеркивал Ленин, невозможно устоять под натиском реакции и лжи. Поэтому мы все должны стать кружком любителей гегелевской диалектики. И опираясь на изучение истории, включая историю естествознания и техники, и историю общественного развития, материалистически истолковывать диалектику Гегеля и использовать ее как могучий метод в борьбе за общественный прогресс. Михаил Васильевич Попов Здравствуйте, товарищи! Начинаем очередное занятие кружка любителей гегелевской диалектики по той тематике, которая у нас была определена. Тематика у нас очень простая. Мы занимаемся материалистическим истолкованием диалектики Гегеля. И когда мы поставили этот вопрос, то выяснилось, что, собственно говоря, там какой-то большой работы и не надо делать. По одной простой причине, что вот, скажем, если взять учение о понятии, там приходится в некоторых случаях ставить вопрос, почему, например, вопрос о понятиях стоит раньше, чем какие-то явно материалистические вопросы. А вот в предварительных книгах, а именно в книге первой, в томе первом, объективная логика, ну, во-первых, она и называется объективная логика, а не субъективная. Как вы собираетесь тут материалистически преобразовывать, когда она и так объективная? Это раз. Во-вторых, название этих двух частей, двух первых книг. Книга первая – «Бытие». Ну, «Бытие» как можно еще истолковывать, иначе, как материалистически. «Бытие» первично, «Сознание» вторично. Сознание у нас, о сознании речь идет субъективной логикой, это в третьей книге. А вот издание у нас такое, так, как было у Гегеля. Первые две книги отдельно, а третья книга отдельно, субъективная логика, учение понятий. Ну, вот здесь, где вы тут можете найти идеалистическую или субъективную логику? Вы ее тут не можете найти, потому что все понятия, которые здесь есть, они носят какой характер? Характер совершенно определенно материалистический. Ну, как вы, если учение о бытии, там, какие разделы учения о бытии? Качество. Качество – это еще Божья, так сказать, какая-то Божья данность. Что такое качество? Качество – это определенность, да? Ставшая единым бытием. Количество. Количество тоже никак это идеалистически не изобразишь. Ну, и единство, качество и количество мера. Мера как единство, качество и количество. Что тут можно делать, как можно преобразовать и зачем? И что тут преобразовывать, чтобы получилось материалистически? Хотя, вот, так сказать, некоторые товарищи писали, что я стараюсь читать Гегеля материалистически. Ну, как вы тут не старайтесь? Ну, если у вас качество, количество и мера, то больше никак вы по-другому поступить не можете. У вас никакого варианта нет, чтобы это как-то идеалистически так трактовать. Берем книгу вторую. Как называется книга вторая? Учение о сущности. Сущность, то есть мы углубляемся в бытие. И смотрим не на поверхность, а вглубь. Ну, так если у нас все материалистическое, а мы берем сущность этого, то, что у нас является материалистическим. Какое оно будет, материалистическое или идеалистическое? Или там где-то под покровом внешнего, или внешних обстоятельств, или внешних границ, там где-то бьется непонятно какой субъект. Какой может быть там субъект. Поэтому, когда вы берете учение о сущности, там тоже, вот я беру первый раздел, первый отдел он называется. Сущность как рефлексия в себе самой. Если сущность как рефлексия не в нашей голове отражения, а в себе самой, есть разница? Сущность вообще бытия. Если есть бытия, переходим к сущности. Что мы делаем? Мы начинаем разглядывать это бытие, или наоборот, углубляемся в это самое бытие для того, чтобы понять его сущность. То есть, можно сказать, что вот это вот, то, что здесь говорится, во второй книге, более глубокий материализм, поскольку он берет не только поверхность, качество, количество и меру. И все, там всего три раздела в первой книге. Качество, количество и мера. А сущность? Вот если, скажем, вы человек, у вас сущность есть, есть, но если человек есть, и сущность его есть. Какой человек, такая и сущность. Если человек объективен, то естественно, и сущность, она объективна этого человека. А здесь вообще говорится о сущности. Но прежде чем говорить о сущности, говорится, вот первый отдел – видимость. Ну, видимость. Видимость – это вот то, что нам кажется? Нет, тут имеется в виду существенное и несущественное. Видимость. Только видимость имеется в виду как поверхность того, что мы изучаем. А рефлексия что такое? Это отражение. Ну, какое отражение? В нашей голове, тут нет никакой головы еще. Ни о какой голове речи не может быть. То есть отражение, так сказать, в самом бытии. То есть это называется рефлексия, когда одно отражается в другом. Полагающая рефлексия, внешняя рефлексия, определяющая рефлексия. Потом пошли определенные сущности или определенные рефлексии. То есть это вы уже берете более конкретное рассмотрение сущности. А сущность что такое? Сущность – это углубление в бытие, правильно? Ну, так если мы имеем дело с бытием, то есть с материей, и углубляемся, тут есть какое-то место для идеализма? Нет тут места для идеализма. И что там вот, когда мы берем определенные сущности? Тождество. Когда мы говорим о Тождестве, это что такое? Это отличается от того, что в математике равенство. А вот равенство, оно вот более идеалистическое выражается. Почему? Потому что берутся вот пять равно пяти. Да никогда те, которые вы рисуете на доске или пишете на бумаге, никогда левая пятерка и правая пятерка не совпадают. Никогда они не бывают в полном разнице. То есть полное разнице – вот это идеалистическое такое восприятие количества. Как бы вы ни делали. А сейчас вот, когда есть соответствующая аппаратура, и вот координаты вот этой пятерки и вот этой пятерки, которые слева и которые справа будут равны, правильно? Просто вы зададите координаты, поставите тот же приборчик, возьмете, который использует такси. И вы получите там то, что говорит о том, что никакого тут ни субъективного идеализма не может быть, ни объективного идеализма не может быть, потому что речь идет о том, что вы изучаете. А вы продолжаете изучать что? Так это вторая книга чего? Вторая книга учения о бытии. Значит, мы продолжаем изучать бытие, не сознание, бытие. Так если третья будет книга о бытии, это значит тоже продолжаем изучать. Здесь вот мы разобрали тождество, различия. И впервые получили такие вещи, как вот противоположность. Какая имеется в виду противоположность, которая у нас в голове или которая в жизни есть противоположность? Какая есть в действительности основание? Там рассматривается форма и сущность, форма и материя, форма и содержание. Форма она где-то в голове или форма она все, что есть, все имеет свою форму, правильно? Все материальное имеет свою форму и имеет сущность. А сущность что такое? Это отрицание бытия. То есть, когда вы берете не поверхность явления, а углубляетесь в глубину. И условия дальше. Относительно безусловные, абсолютно безусловные. Выход мысливой вещи в существование. Дальше. После того, как мы это рассмотрели, смотрим с подозрением на учение о сущности, потому что учение о бытии, там кроме качества, количества и меры, которые никак нельзя в субъективизме и в идеализме заподозрить. Никак. Ну, качество, количество и мера. Какой тут идеализм может быть? Блин, никуда его не пристегнешь. Здесь существование, в явлении идет. Вещи и ее свойства. Это идеализм? Явление. Явление что имеется в виду? Явление имеется в виду, что сущность является. Раз это после сущности идет. Явление. Закон явления. Если явление объективно, то и закон объективен. Что такое закон? Кто скажет? Покойный явление. Ну, вот, видите, есть люди, которые знают. Но даже не в голове этот закон, правильно? Закон не в голове и, соответственно, он относится. Вот написано. Являющийся и в себе сущий мир. В себе сущий мир – это углубление в этот мир. А являющийся мир – то, что есть. Вот на поверхность там земли, поверхность воды, поверхность моря, поверхность океана и так далее. Океан, скажем, может быть бурный, а в глубине все спокойно. И наоборот. Поверхность спокойная. Ну, вот, скажем, Гольфстрим все время течет. И наверху есть течение противоположное тому, которое имеется у Гольфстрима. А это не касается другого. Вот. Дальше отношение целого и частей. И тут Гегель обстоятельно показывает, что это не истинные категории, целые части. Тем более, они не в голове. Или только в голове могло быть, так сказать, такое понимание, как частей, как отдельных от целого. Потому что, как вот писал Энгельс, части лишь у трупа. Ну, пока живой человек, какую часть вы можете выделить? Какую? Вот сейчас, вот я пошевелил пальцами, это что? Откуда идет сигнал? Из головы. Из головы, вроде бы. Так. И любое действие, которое совершается, сначала вы подумайте. Ну, наверное, если человек потерял сознание, тогда он может, так сказать, какие-то неправедвольные действия совершать. Ну, а так вот, такого не бывает, чтобы с собой это делалось. Поэтому Энгельс не случайно подчеркнул, что части лишь у трупа. Если вы понимаете правильно части, части, они соединены в целое. Части это, так сказать, то, что это момент целого. Момент. А вовсе не кусок. Пока у вас это момент, понятно, что и мозг момента организма, и ухо, и левая пятка, все это относится к целому. А если вы уже берете части, ну, значит, это вы освежевали части лишь у трупа. Вот поэтому даже вот такое высказывание, как что вот, что вот есть три части марксизма. Социализм, немецкая политэкономия и идеалектика. Но оно не совсем хорошее в этом смысле, потому что это не части, а это моменты марксизма. А что такое момент? Это неотделимое. Правильно? Строго говоря, конечно. Ну, если это написано для людей, которые словом момент не знают, подумают, что это время, и бегут проверять, не опоздали ли они куда. Вот поэтому, может быть, это объяснимо. Но вообще, строго говоря, все части организма, а это моменты его, а вовсе не части. То есть никакой смысл. Движение вот этого двоих пальцев, где оно, откуда идет, оно идет вот из головы. Но это, если живой, живые пальцы, значит, туда поступает кровь. А кровь откуда идет? Отсюда, то есть из сердца. И, соответственно, венозная кровь отправляет это дело в органы, которые занимаются очисткой организма от того, что уже является продуктом жизнедеятельности и так далее. То есть есть еще лимфатическая система, которая, как вы понимаете, если она нарушена, начинает человек себя плохо чувствовать, а не просто там только сама эта система и так далее. Поэтому это части в данном случае являются неразделимыми и являются моментами. Наконец, третий вот я беру, действительность. Третий отдел, действительность. Действительность, она что-то, неужели она идеалистическая, действительность? Действительность никто не понимает. Я думаю, и идеалисты, и кадатели употребляют такое слово «действительность». То, что есть в действительности, или то, что есть в голове. Так это одно дело, что есть в голове, а другое дело, что действительность собой представляет. А что такое действительность? Действительность – это как бы сущность, которая поднялась до видимости. И то, что вы видите, это уже сама сущность, но она на поверхности. Вот это действительность. А пока этого нет, у вас действительно сущность на глубине, а явление – это то, что снаружи и так далее. Ну вот мы рассмотрели по порядку все основные разделы. Первого тома «Науки логики». Никакого идеализма здесь не то, чтобы нет. Ну тут нет даже места для идеализма. Места нет, потому что все занято. Все занято изложением материалистических основ. Другое дело, что слово, скажем, «материя», тогда для того, чтобы обозначить вот это бытие, еще не употреблялось, говорилось просто о бытие. Ну а, скажем, марксисты, как говорят, что определяет бытие – определяет сознание, или сознание определяет бытие. Также основной вопрос в философии – он не про материю, да? Он про бытие. Хотя в другом случае говорят, что первично – материя или сознание, и что вторично. Ну, то есть понятие бытие сплошь и рядом употребляется для обозначения материи. Поэтому это вот учение о бытие, об объективном мире. И вот надо его изучать. Объективный мир очень сложный. Поэтому когда люди говорят, что это сложно изучить, вы хотите изучить весь мир, все, так сказать, в мире, то, что является ключевым, основным, да? Причем видеть связь этих всех основных его элементов, начиная от самого простого. С чего мы начинаем? С чего мы начинаем? Вот это. С чистого ничто. А? С чистого бытия. Ну, с бытия. Я не спрашиваю в каком. С чего начинается? С бытия. А не с сознанием. Чистое оно, нечистое. Оно еще и не может запачкаться. Поэтому особенно сейчас отряхивать нечего, потому что оно в бытие еще никуда не ходило, и еще ничего нет такого, что могло бы его сделать нечистым. Правильно? Не было никакого движения. Это самое начало. Бытие. Поэтому я не думаю, что, так сказать, так Гегель сделал, чтобы он, так сказать, нажимал на материалистическую сторону. Он сделал то, что объективно. Но если бы он бы там заявил о том, что он материалистически написал, я думаю, он бы не ректором не был Берлинского университета, не профессором в те времена, когда господствовал религией повсеместно. Религия, а не просто какой-нибудь идеализм. Вот мы рассмотрели все основные разделы и рассмотрели две книги «Учение о бытии» и «Учение о сущности». И все это рассмотрение показывает, что никакого тут идеализма нет. И как вот нам некоторые пишут все время, я пытаюсь читать его материалистически. Ах, как вы собираетесь еще можете прочитать. Но как еще можно читать вот это вот «Учение о бытии» как нематериалистически? Никак. Другое дело, что столько много на эту тему написано, что, дескать, Гегель – идеалист. Гегель – идеалист. Материализм. Но он не распределял по книгам. Конечно, если мы дойдем до «Учения о понятии», там не особенно сказано, откуда взялись понятия. В третьей книге не сказано, откуда взялись понятия. Правильно? Там понятия есть, они классифицируются, там есть понятия, там есть умозаключения, там есть суждения. Откуда они взялись? Молчание. То есть в этом смысле нет там такого стройного изложения. Хотя там что есть? Там, во-первых, там есть «Учение о понятии», «Рассмотрение». Движение разных систем. Каких? Объективных. Начинается с чего? С механизма. Там вначале идет механизм. Ну, механизм – это к чему относится? К сознанию? Если у кого-то в голове механизм, ну, это понятно, что это тяжелый случай. Ну, механизм. Вот у часов есть механизм. Вот у отличные часы, как только они начинают барахлить, ну, тут, как говорится, время останавливается, но на часах. А вот так время не останавливается. Механизм. Что дальше за механизмом вот в той книге, которую я вот сюда и не взял, и не открываю? «Учение о понятии». Организм. Химизм. А? Химизм. Химизм. Это означает, что уже не молекулы соединяются, а отдельные атомы. Да? И отдельные атомы соединяются, и появляются другие материалы. Как, например, есть железо, есть феррум-2О3, а есть феррум-3О4. Да? Это два вида. И есть, скажем, известный нам продукт питания, который называется солью. Так он из чего состоит? Из натрия, который возгорается на воздухе. Я вот у меня, когда был школьником, еще в старшем классе, я тут кусок натрия взял из банки, которая была в химическом кабинете, положил себе в карман. Через полчаса меня увезли на машине в военно-медицинскую академию, потому что у меня тут все вдруг загорелось в этом кармане, это хороший кусок. И на меня кто-то вылил ядро воды, и там получился натрия варш. Это щелочь. Еще веселее. Так что я знаю, что такое, что это за... Там серьезные вещи. А натрий что? Это вот чистый. Ну а мы разве натрий не употребляем? Кто не употребляет натрий? Все употребляем. Натрий хлор. Потребляете? Натрий хлор – это соль. Да? Вы соль не употребляете? А соду употребляете? Нет. Нет? И соду не употребляете? Нет. Вы что, антинатрист? А? Антинатрист? Против натрия выступаете. Против натрия выступаете. Значит, натрий 23. И некоторые товарищи употребляют С2Н5ОН. Это что? Это прекрасная вещь. Прекрасная вещь, правда? Можно ей протирать внутренностью. Борис Николаевич ее любит. С2Н5ОН. С2, это уголь. Тут все понятно. Два ваттого. H5. Вообще водород. Очень горючий и летучий. Так что если у нас был бы тут водород, и вдруг бы кто-то что-то чиркнул, на этом было бы все кончено. Образовался бы водяной пах. Короче говоря, химизм. Это вы к чему отнесете? К голове. Хотя иногда про людей говорят, что они химичат. Имею в виду, что они что-то хитрят. Но вообще химизм никак не отнесешь к субъективному миру. Он относится к объективному миру. Организм там есть. То есть там вот эти ступени развития. Развитие живых существ от организмов через разные всякие этапы. И человек там тоже есть. Другое дело, что там нет понятия белка. А тогда и никто не знал, что есть белок. И к этому соответствующие науки не пришли. Поэтому требовать от Гегеля, чтобы он говорил то, чего не было никаких данных научных, я думаю, несправедливо. Поэтому он классификацию понятий дал. Но то, что можно было сделать, вот там, скажем, в третьей книге написано о целеполагании и о цели, и о средстве. Я хочу сказать, средство, но это как бы то среднее, что ставится между человеком и результатом. Вот это или тем, что преобразовывается в средство. И даже написано, что плуг почтеннее, чем то зерно, которое с помощью него добывается. Потому что это зерно съедят, вот это, которое добыли. А плуг еще будет служить несколько лет. И будет обеспечивать много зерна. А без плуга много зерна не получишь. Поэтому там есть и плуг. И прямо говорит, что плуг почтеннее зерна. Такое слово употреблено – почтеннее. Поэтому, ну, можно сказать так, что то, что можно было сделать в условиях, когда кругом царил идеализм, и когда еще материалистические дисциплины не вполне развились, в том числе химия, в том числе учения о развитии человечества еще не было, это вот Энгельс нам написал «Происхождение семьи, частной собственности и государства». «Идеалектику природы». И рассказал, как возник человек. И он тоже подчеркнул, что человек, вот как только уже не камень был в руке, а палка, то уже человек начал восхождение. Это восхождение он вместе с орудием, которое он изготовил. Потому что он все-таки палку очистил, он ее обработал и использовал ее. И это орудие или средство производства. Поэтому вот то, чем занимались Маркс и Энгельс, можно сказать, больше Энгельс. Энгельс занимался чем? Он все, так сказать, то, что надо было доделать материалистически, он доделывал. То есть он происхождение семьи выяснил, частной собственности, государства. То, что не сделал Гегель. А в «Диалектике природы» он вот написал это замечательно и поместил. В «Диалектике природы» замечательное проявление, роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. Ну вот, этого Гегель не сделал, а Энгель и сделал. Но можно человека осуждать за то, что он не сделал. Вот сейчас я попрошу вас всех встать и начать рассказывать, что вы не сделали еще. И отсюда мы вообще не уйдем. Потому что если рассказывать то, что мы не сделали, это будет очень-очень долго. Но что сделали, это гораздо короче. Поэтому так и оценивают людей не потому, что они не сделали, а потому, что они сделали. Ну вот Гегель систематизировал ту философию, которая к тому времени была. И поставил ее на диалектические рельсы. И она никак не противоречит вот то, о чем мы с вами говорили. Это вот такой толстый том. Том первый совсем не противоречит материализму. Поэтому я его и взял. А поскольку второй том там есть то, что противоречит материализму. И там нет стройной вот такой картины. Там в середину помещается понятие осуждения, умозаключения. Хотя они могли быть позже рассмотрены. В общем, можно было бы рассмотреть их позже, позднее. Перед тем, как он перейдет уже к абсолютной идее. метод, там как определяется метод, это осознание формы внутреннего самодвижения, содержания исследованного предмета. То есть, если вы осознали эту форму, значит, вы этим методом будете пользоваться. А сам метод у Егаря совершенно понятный. Он очень простой. Постоянные триады. Там вот качество, количество, меры. Бытие, сущность, понятие и так далее. То есть, сначала рассматривается бытие, потом его отрицание. Сущность — это отрицание, правильно? Бытие. И затем возвращение к бытию, но с учетом того, что добыто при рассмотрении сущности. То есть, такой очень простой способ восхождения, когда берется не от бытия, к следующему какому-то бытию, потом опять к бытию, этого нет. А если сначала рассматривается противоречие по существу бытие, в самом начале еще чистое бытие, чистое ничто, и получается... Сстановление. Сстановление. Движение, исчезновение, бытие — ничто, а ничто — бытие. Потом рассматривается наличное бытие, и дальше мы постепенно переходим к другим противоречиям. Вот первая книга — «Качество, количество, мера». Ну, качество — это что? Это что-то идеалистическое? Идет же речь не о качестве какого-то продукта, который кто-то сделал. Да? А качество как характеристика чего? Объективного мира. Количество. Как снятое качество. Это же самое. Качество только в снятом виде. Мера. Узловая линия отношений и меры. И примеры такие, что вот, скажем, вы нагреваете, и потом у вас меняется агрегатное состояние, как мы бы сказали в современном языке. Был лед, потом вместо льда оказалась жидкость в водах, а потом вода превратилась в пар. Это что такое? Это изменение, которое не меняет, собственно говоря, природу этого материала, а меняет его состояние, связанное, которое выражается в температуре. Это качество, количество, мер. Температура меряется количеством. Вот когда мы вот эту задачу решили, проделали, после этого можно углубляться в само качество, углубляться уже в качество, а не оставаться на поверхности явления. И тогда появляются такие категории, которые связаны с отрицанием. С отрицанием чего? С отрицанием вот этого внешнего бытия. Потому что это выражается в том, что, как называется вторая книга, учение о сущности. А что такое сущность? Отрицание непосредственного. То есть мы будем изучать то, что все видят или что такое глубокое. Скажем, вам о человеке мы хотим узнать не только, как он выглядит, а тут, как он выглядит, фотографию мы можем сделать и на нее смотреть. проблемы нет. Или поместить в паспорт или в какой-нибудь пропуск. Пожалуйста, будет так. А если мы хотим понять человека, нам нужно отрицать это бытие и углубиться в сущность. И когда мы углубились в сущность, вот туда мы это вот применительно к человеку называется душа. Душа — это свое идеалистическое понимание или это просто понимание человека, но с отрицанием его бытия. То есть речь идет не о том, какие у него внешние проявления, а о том, каков его внутренний мир. То есть о чем человек заботится, о чем думает и так далее. Поэтому вот из того, что я вот вам представил, следует, что мы можем друг друга поздравить с тем, что вот этот период, когда говорили, надо вот материалистически столковывать Гегеля, я думаю, заканчивается. Его надо изучать. Материалистически надо истолковывать то, что у Гегеля выступает и в идеалистической форме. Что? Пусть найдут то, что выступает в идеалистической форме, и истолковывают материалистически. В примечаниях, в замечаниях на то, что говорил Кант, что говорили древние философы греческие и так далее. Конечно, нужно многое найти. Где вы у Гегеля тут увидели идеализм? Хотя он считается объективным идеалистом. И отсюда разгадка того, как так получилось, что вот такие люди, как Маркс и Энгельс, изменили объективному идеализму Гегеля и стали марксистами. Что они для этого должны были сделать? Прочитать Гегеля. Прочитать Гегеля аккуратно и все. Все еще нужно будет для того, чтобы стать... Надо для этого переворачиваться. Дескать, он стоял на голове. На голове стоят субъективные идеалисты. Вот субъективный идеализм, да, это понятно, если у вас считается, что все то, о чем я пишу в голове, или монады, например, которые живые, все это в каких-то шариках. Там душа в шариках. Вот этот субъективный идеализм. Лебниц. А вроде физик. Ну, он вот придумал такой вид субъективного идеализма. Спиноза, самый хитрый, он написал такое, у него среднее идеализм и идеализм, и материализм, и идеализм. У него такая философия. Если кто победит, с тем я. А поэтому никакого удивительного такого явления в том, что Маркс и Энгельс перевернулись и стали вдруг материалистами, ну, они, особенно им переворачиваться не надо было. А что им надо было изменить? Они что, вот это поменяли? Если вы возьмете их переписку, в переписке, вот есть два тома переписки Маркса Энгельса по поводу как раз гегелевских предвидений, они встают утром и друг другу пишут, что бы сказал старик Гегель по поводу вот этого факта, который они новые нашли по устройству мира. Или потому он по поводу немецкой Марки, Марка имеется в виду единицы измерения площади земельного участка и так далее. Что бы он по этому поводу сказал? То есть им особенно переворачиваться не надо было, потому что вот эта книга не предполагает перевертывание. Она не исключает идеалистического прочтения. Вы не можете запретить человеку каждую вот эту категорию считать идеалистической. Но тогда с позиции объективного идеализма, потому что точно количество здесь не сидит, качество здесь не сидит. То есть с позиции объективного идеализма не запрещает. Но сам строй и само произведение оно в себе не содержит признаков этого объективного идеализма и нигде на этом не оставиваешься. Я вот объективный идеалист. У меня вопрос вообще как это объективный идеализм? В чем это подражается? Субъективный я могу себе представить. Объективный идеализм. Я например вам сразу объясню что такое. Есть идея. Идея породила материю. а дальше все по Гегелю. Вот будет объективный идеализм. Но Гегель на этом не настаивает что первичная идея. У него что первичность здесь? А у субъективных идеалистов как? У субъективных есть только я а вас нет. Это вы будете доказывать что вы пришли. У меня в моей голове вас нет. Если субъективный идеализм то все в моей голове. А если ударить по лицу? А как не ударять я сначала вызову милицию потом закрою глаза и буду говорить что есть только я. я не конкретно вас могу я вообще кого можете еще выдать человека который так рассуждает он может так рассуждать субъективный идеалист вот если я буду считать что все в моей голове вот вы сейчас собрались но вы тоже можете так считать я в вашей голове а еще и Степан Степанович со своей аппаратурой все это в голове Степан Степанович в моей и в вашей и ничего нету то есть все это то есть самая отличная вообще философия что все это в голове особенно не надо никого спрашивать она привычает к самостоятельности вот то что у вас есть в голове это истина а все остальные вас это не касается правильно мало ли они все у вас в голове и я у вас в голове и этого человека это же кормить не надо и стол у него в голове и еда у него в голове поэтому не надо не давать ему никогда еды Пусть он думает о идее, и он долго не протянет. Поэтому не надо эту философию критиковать, она не сильно жизнеспособна. Вот и все. А вот объективный идеализм, ну для этого надо, чтобы вначале была идея. А у него науку, вроде, открываем. Ну как же тут написано, раздел первый, чего там такое? Абсолютный дух. А? Абсолютный дух. Где вы видели абсолютный дух? Здесь. Ну идея. В науке-логике. Какая идея? Вы какую книгу держите в руках? Я про идею. Про идею. Идею. Абсолютный дух это и есть идея. Где вы взяли абсолютный дух? Вот, здесь. В каком томе? В каком томе-то вы взяли? Нет там абсолютно. Вы берите начало. Наука логики, с чего начинается? Том первый, объективная логика. Это абсолютный дух по-вашему? Объективная логика. Вот, полное изменение, предисловие в первом издании. Предисловие не надо читать. Не надо читать предисловие. Предисловие к изданию. Это издание, чтобы его издали. Мы можем написать тоже предисловие, чтобы нас издали в буржуазной России. А дальше уже продолжать марксизм. Ну, предисловие, это же пишется для тех, кто издает. Предисловие к изданию. Куда оно его принес, предисловие? Он принес к тому, что будет издавать. А что будет издавать? Предисловие ко второму изданию. Это вы считаете началом книги? Нет. Начало книги надо читать, потому что является началом. Где начало? Вот, с чего следует начинать науку. Это тоже предисловие. Первая книга. Учение обытии. А тут введение есть. Введение. Вот введение можно уже. Это введение, это точно начало книги. Введение. Ну и где вы его введение нашли? Найдите там идеализм. Общее понятие логики. Ни в какой другой науке не чувствуется так сильно потребность начинать с самой сути дела. Раз начинать с самой сути дела. А начало у него написано? Что у него начало? Начало у него что? Чистое бытие. Или просто бытие, потому что пока вы ничего о нем не сказали, оно и есть чистое. Вот и все. Дальше еще есть предисловие. С чего следует начинать науку. Это еще не начало. Вот начало философской системы. Пропускаем. С чего следует начинать науку. С чего следует или с чего он начнет. Может следует одно, а он начал другое. Или с другого. Вот длинное здесь. Общее подразделение. С духа начинается. Бытие. Вот первый отдел. Вот поехали. Бытие есть неопределенное и непосредственное. Вот пошло начало. Оно свободно от определенности по отношению к сущности, равно как еще свободно от всякой определенности, которую оно может получить внутри самого себя. Это не имеющее рефлексии бытия, есть бытие, как оно есть непосредственно лишь в самом себе. Так как оно неопределенное, то оно и есть бескачественное бытие. Ничего нет еще вначале. Но в себе ему принадлежит характер неопределенности, лишь в противоположность к определенному или качественному. Но бытию вообще противостоит определенное бытие как таковое. А благодаря этому сама его неопределенность составляет его качество. Тем самым обнаружится, что первое бытие есть определенное в себе, и что следовательно, во-вторых, оно переходит на личное бытие, а дальше переходит третье, без себя бытие. Это что вот это вот перед началом? Это тоже все такое замечание. А начало начинается, вот там написано, бытие, а бытие. Вот начало. Бытие, чистое бытие, без всякого дальнейшего определения. А вот в видении у Егеля есть следующее. Не читайте в видении. Значит, это царство есть истина. Какова она беспокона? А истина где у нас получилась у Егеля? Заметили, нет? Идите в конец второго тома. В конце второго тома там получится истину. Мы ее выхватили и тащили. Себе и для себя сам. Значит. Можно поэтому выразиться так. Это содержание из изображения Бога. Какого он есть. Можно выразиться. Конечно, можно. Да. Сотворение природы. И какого бы то ни было конечного. Да. Можно было бы. Это относится к чему? К в видению. А к науке это не относится. К науке это не относится. Ну, скажи. Володя, когда пишется в видении? Скажите, пожалуйста. В начале или в конце? Начало книги. Не, не. Это до конец книги. Сначала пишется книга. Потом пишется. Потом пишется. Конечно. Потом пишется предисловие. Потом пишется в видении. А потом, так сказать, тащишь это в издательство. И в видении напишешь так, то, что нужно для того, чтобы издали. А что вы хотите? Чтобы его издали. Материалистическую книгу, что там было написано. Здесь учение материализма. И против Бога. Издайте, пожалуйста. Сначала, когда была материя, вот бытие. Он и так, бытие тут все. Бытие, чистое бытие. Без всякого дальнейшего определения. Это и есть начало. Начало начинается с простого. Володя, если вы еще подумали, Бог не может быть началом, потому что Бог – это сложная категория. Сложная, не процая. Он всемогущ, во-первых. Вездесущ. 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 Вот вы любую книгу возьмите, вот, например, предисловие к любой книге можно не читать смело. Если у вас времени не так много, то берите книгу и читайте, что там есть. Ну, вот, скажем, я писал книгу о противоречиях. Думаете, у меня там предисловие? Нет, есть предисловие. Что думаете, я его написал сначала предисловие, потом книгу? Нет, я написал книгу. А потом написал предисловие так, чтобы ее легче у меня, так сказать, ее издать. Я ее издавал в университете своем, и мне задержали издание на один год. Открытки у всех были уже на эту книгу. А ее все редактировали, там и редактировали, редактировали, редактировали. Пока я не потребовал отмены снятия этого редактора, который узнал, сколько у него он за месяц должен был редактировать, он год редактировал мою книгу. А я, зная свои права автора, я после его редактирования карандашом, я брал резинку и стирал все, что он там редактировал. И кончилось дело тем, что редактировал уже заместитель главного редактора и главный редактор. И через год только она вышла, а не в тот год, а тогда еще открытки были, уже люди писали в открытках, что им вот эту книгу, а эта все пропала. А что это за книга была? Планомерное разрешение, противоречие, развитие социализма, как первой фазы коммунизма. А издавалась она в 86-м году, а вышла в 87-м. Нет, в 86-м она вышла, должна была быть в 85-м. А уже это 85-й год, это после контрреволюции в России уже сколько прошло? Вы там всю редакцию напугали. А? Всю редакцию напугали, а им назвали. Да, ну, тем не менее, вот. Поэтому меня научились различать между, когда пишется предисловие, предисловие пишется после послесловия. В послесловие написали, а вот теперь, когда вы сдаете, напишите предисловие, чтобы вашу книгу напечатали. А так она, может, никак не пройдет. Ну, вот Гегель там вам написал, даже вы, вот, вас купил на Бога. Вас другим нельзя было ничем взять, а Богом взяли. Ну, он же написал, не я. Он написал, но это, но вы-то можете определить для начала? Вы, наверное, должны уже понять, что он это тут объясняет. Начало всегда самое простое. Что самое простое вот среди всех этих страниц, которые претендуют на начало? Что самое простое? Бог. Самое простое то, что написано на странице. Нет. Тут на странице, как называется, на странице 63. Первая глава. Бытие. Бытие, чистое бытие, без всякого дальнейшего определения. Все, вот начало. Вот начало. Это дальше уже пошло раскрытие. А вот то, что написано, бытие, чистое бытие, без всякого дальнейшего определения. То есть, а вы знаете, как существует деление, как обозначается на материализм и идеализм? Материалисты говорят, что бытие первично, а сознание вторично. А идеалисты говорят, что сознание первично, или идея первично, а сознание вторично. А здесь что первично? Ну что тут первая категория какая? Категория, это же категория бытия. Нет, бытия. Но это вот у марксистов это синоним. Бытие определяет сознание. Можете написать, вообще чаще говорят, бытие определяет сознание, или сознание определяет бытие. Вот основной вопрос философии. Общественное бытие определяет общественное сознание. Это не основной вопрос философии, это относится только к обществу. А основной вопрос философии не про общество, а вообще, что, можно сказать, определяет сознание бытие, определяет сознание, или сознание определяет видение. Бытие не всегда может у отдельных индивидов определить сознание. А при чем тут отдельные индивиды? Ведь тут не отдельные индивиды берутся, здесь берется категория бытия и категория сознания. Не было никакого сознания, а бытие было до всякого сознания. Что вы сказать, организмов никаких не было, и все, и не было никаких существ. В чем тут на Земле? Может, поэтому, может, а наука занимается не тем, что возможно, а тем, что действительно. Вот, в данном случае, мы говорим о том, что является действительным. Книга – это действительное материальное бытие. Вот мы смотрим, в книге написано «бытие, чистое бытие», без всякого дальнейшего определения. Чтобы узнать, что начало, надо знать, что из чего вытекает. Вот из этого, из бытия вытекает потом ничто. Из ничто вытекает уже и рассмотрение бытия, и ничто – становление. То есть мы из структуры уже книги, из движения к содержанию узнаем, что является началом. А не из объявления о том, что является началом. Человек может объявить что угодно, но мы посмотрим и увидим, что является действительным началом. Действительным началом, из которого выводится последующая категория, является чистое бытие. Битье без всякой дальнейшей определенности. Вот так обстоит дело. То есть я хочу сказать, что у нас в этом плане очень существенное занятие и важное. Потому что оно претендует на то, что мы закрываем этот такой бессмысленный разговор, что надо заниматься истолкованием, перевертыванием Гегеля. Тут нечего перевертывать. Тут надо изучать то, что есть в науке логики. И применительно к третьей книге учесть, что такие данные, которыми располагал Гегель, не позволяли такие вещи, которые относятся к общественному бытию, соответственно, изложить. Вот и все. Никто не мог изложить в то время. Не было еще таких данных. Не было данных о том, что такое белок. И слово никто не знал. Поэтому о жизни он говорит. А что такое? Вот такого определения, как у Энгельса, жизнь — это способ существования белковых тел, не было. И поэтому на вопрос, что такое жизнь, ну вот как-то Гегель отвечал про жизнь. Но это, так сказать, еще вот в той части не столько. То есть, как у всякого произведения научного, серьезного бывает, есть вот уже готовые достижения, и есть размышления по поводу дальнейшего движения. Вот третья книга, и то есть второй том на Угловике, содержит в себе размышления по поводу дальнейшего движения. И что является и венцом третьей книги, Володя? Венцом. Что там самое в конце-то, чем кончается? Абсолютная идея закончилась. Нет, это не абсолютная идея. Нет, метод там. Осознание, формы, внутреннее самодвижение, содержание. Вот что такое метод. Метод, то есть, если вы не получили все результаты, которые, или не удовлетворены теми результатами, которые я тут вам изложил в этой книге, то вот вам метод, как осознание формы внутреннего самодвижения, содержания, и вперед. Потому что это не дело одного человека. И не дело одного Гегель за все человечество все раскрыть и изложить не может. Ну, Гегель продвинул человечество вперед и сформулировал метод. Вот диалектический метод – это осознание формы, внутреннего самодвижения, содержания. Это вот итог его, самый главный. И самый главный итог, потому что это относится не только к тому, что Гегель сам добыл, а он предложил и нам всем изучить этот метод. А мы с вами что, изучаем в кружке метод, или просто запоминаем, что где сказал Гегель. Метод мы хотим освоить? Метод, правильно? А метод как у него? Очень простой у него ход. Тезис, антитезис, синтезис. Потом пришли к более высокому. Опять тезис, антитезис, синтезис. Вот смотрите, как у него построена вся книга этим методом. Вот все эти. Это два тома. А книг сколько? А книг три. Учение о бытии, учение о сущности, учение о понятии. Тезис, учение о бытии. Антитезис, учение о сущности. И синтезис, то, что учение о понятии включает и все то, что говорилось о бытии. Правильно? Вот это будет учение о понятии. А в каждой книге тоже, а в каждой из этих вот книг тоже качество, количество, мера. Это первая книга. А дальше. Вторая книга. Что у нас там? Давайте смотреть. Вторая книга. Учение о сущности. Первая сущность, как рефлексия в себе самой. Второе явление. И третье. И действительность. Сущность, явление и действительность. И эта сущность у вас поднялась до явления. А действительность это вот такая сущность, которая прямо на поверхности. Выходит на поверхность сущности. Если у вас, когда вы берете явление, у вас есть закон и явление. Поэтому у вас как бы две ступени или две полки. Есть внутренняя, это закон, спокойное явление. А есть само явление со всем своего беспокойством. Но когда уже вы пришли к действительности, здесь двухэтажности тут уже нет. Действительность – это сущность, которая явилась. Вот действительный человек, который на самом деле человек хороший, а не тот, который хорошие вещи говорит. Вот это действительный человек. А если он является, он может явиться вам, что угодно наговорить. Кто угодно может явиться и наговорить что угодно, проходимец как-нибудь. Но это не действительный человек, а действительный человек, у которого сущность и явление соответствуют одно другому. Что явление соответствует сущности, это он действительный человек. Если человек, как сказать, животное общественное, думает только о себе, одиноком, одном, любимом, родилом, он, значит, не вполне человек. То есть он как природный, как животное, конечно, он человек, но как человек, как общественный человек, а сущность человека какая? Персональная или общественная? Общественная сущность. Вот сущность человека общественная, поэтому если человек этой сущности не соответствует, он не вполне человек. А в то время тогда, если он не соответствует? Плохое что-то. Животное что-то? Да, животное, мыслящее, думающее, кушающее. Но он думающий, работающий. Он не соответствует, если он человек, но не соответствующий сущности человека. Вот тех людей, которые не соответствуют сущности человека, то есть они, например, делают всякие преступления против человека или против жизни, их сажают в тюрьму или лишают жизни. Но не всегда. Он вас вообще не лишает жизни. Вы сто человек можете убить, и вас только будут охранять и кормить до конца вашей жизни. Некоторые, может, мечтали о такой жизни. На островах будут жить, их будут охранять, и никому не позволят вас притронуть. Другие все рискуют, то одного застрелят, то другого. А потом, кто стрелял, ему дают там столько лет колонию, и все. А если человек сто человек убил, есть такие? Есть. Есть. И что им? Они чего? Вот они там, вот есть на севере у нас острова, там хорошая охрана, там есть интернет, там их кормят. Они убивали детей малолетних, а кормят родители, они же с них берут налоги, они же, так сказать, оплачивают существование вот этих всех органов правоохранительных. Вот они будут, вашего сына убьют или дочь, и вы будете всю жизнь оплачивать жизнь этого убийцы. У нас был профессор, заслуженный деятель науки на кафедре, который сказал, что если человек убил другого человека, ну кроме как, кроме тех случаев, когда война или революция, значит, этот человек поставил себя вне человеческого мира. Ну и можно по неосторожности убить? Не обязательно? Можно по неосторожности. Вот вы по неосторожности уже сказали, что у нас начало такое, вот предисловие. Не такое. Можно. Поэтому по неосторожности это другое дело, случайное начало. Александр Иванович Кострикин за смертную казнь. Да. Нет, не за смертную казнь. За смертную казнь тем, кто является опасным преступником. То есть, который своими действиями поставил себя вне человеческого общества. То есть, ведет себя не как человек, а противоположно тому, что соответствует понятию человека. Он у нас в университете был на юридическом факультете, староста из той группы, где Владимир Владимирович Путин был, учился. А у нас он был заместитель секретаря парткома по идеологии. Ну, а среди руководителей больше я не вижу никого, кто вот так бы ставил вопрос. Ну, потому что ему-то больше всего приходится сталкиваться с такого рода публикой. Значит, подводим итоги нашему рассмотрению. Значит, мы сегодня рассмотрели вопрос о том, является ли это произведение идеалистическим или материалистическим. Выясняется, что по своему характеру, за исключением всяких предисловий, вступлений, заключений, отступлений, комментариев, которые автор, когда он высказывает свое мнение, а не выдает это за развитие науки, потому что когда у него идет движение категории, мы имеем дело с материализмом. А вовсе не с идеализмом. Уж по крайней мере, вот эти две книги, которые представляют собой, прямо написаны, «Объективная логика» — это что, материализм или идеализм, если объективная логика? Ясное дело, что «Объективная логика» по определению и по названию — это логика развития объективного мира. А вот второй том или третья книга «Учение о понятии» — там еще, кроме продолжения логики развития объективного мира, развития механизма, химизма и воспроизведения животных и так далее, там есть и такой раздел, который относится к понятию. Но откуда появились понятия, этого там нет. Этого там нет, и поэтому этот вопрос открытый. И эта книга третья позволяет говорить о том, что его суждение по понятиям можно рассматривать как идеалистическое. Но по содержанию там все равно невозможно рассматривать ее как идеалистическое, потому что там есть суждение, есть умозаплючение и есть, соответственно, выводы. Поэтому к ним никакого, так сказать, предъявительного, никаких претензий в плане того, что они не истинны, невозможны. Хотя ясное дело, что суждение — это уже суждение конкретных людей, суждение высказывания людей. Если это высказывание, это относится к чему? К субъективному. То, что вышло, то представляет собой определенное суждение. Это значит, что надо закрыть эту полосу, когда все время шла речь о том, что мы поставим его с головой на ноги этого самого Егеля и начнем как бы все сначала эту самую работу по материалистическому преобразованию. Поэтому я, например, как главная редакция этого издания, я все вот такие рода предисловия, которые были в других изданиях, выбросил и поставил туда работу Ленина. Она в других изданиях не стоит. Но это самая последняя философская работа Ленина. О значении воинствующего материализма. И чем заканчивает Владимир Ленин, который у нас является авторитетом, что надо изучать произведения Егеля и пытаться все события истолковывать с материалистических позиций. Вот и все. То есть мы все должны стать, как он говорит, кружком любителей егелевской диалектики. Вот мы таким кружком являемся, и поэтому данное занятие у нас вполне укладывается в рамки того, что мы поставили свои задачи. Вот такой результат мы имеем. Какие есть вопросы еще? А по поводу поставим на ноги то, что Марк с Эрбисом говорили. Мы же не знаем, что они имели в виду. Может, они то же самое имели в виду. Как это сказать, что товарищ стоял? Ну, то есть они Гегеля хотели поставить, а не произведение. Ну, Гегеля да. Гегеля не считать его. Ну, я говорю, мы не знаем, что они были. Да, можно ведь не считать Гегеля идеалистом, а считать его материалистом. Поставить его на ноги и все. Когда будете ставить памятник Гегелю, поставьте ему. Переворачивайте. Да, не надо его переворачивать. 27 февраля, следующее занятие. Спасибо за внимание. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!